привет всем с вами ангел рок и очередной подкаст накопилось немало новостей я вам скажу одна из них наверное самое главное эта конференция е3 которая была 15 июня насколько я помню может если ошибся поправьте меня в комментариях ну на этой конференции было анонсировано немало игр например вот на конференции гибисофт очень много игр было анонсировали новый соуч парк давайте пробегусь всем играм которые были там анонсированы ну и которые мне более-менее так понравились которые я буду скорее всего в ближайшем будущем когда они выйдут играть записывать вполне вероятно что буду записывать по вашему желанию да и по-своему тоже вот анонсировали новый соуч парк не помню какое там название было что-то связано что разбитый но целый что-то такое типа ну на самом деле мне первая часть понравилась хотя я на записи и не проходил я в нее так маленько поиграл для себя вот там может быть если есть желание то я поиграю потом анонсировали новую игрушку for фона за отвагу были но она офигенная сначала показали херенный трейлер на высшем уровне потом показали геймплей в геймплее графика практически не отличается но офигенная тоже и игра чем-то напомнила мне игру вот сейчас совсем недавно вышла скорее всего в пятнадцатом году в начале это но в год тоже там типа между собой бьются две команды но там типа нечисть бьется с людьми там какие-то расы можно так сказать я видел там японию ну самурая там были потом какие-то викинги какие-то викинги там были ну еще какие-то что-то там было я уж не помню честно говоря ну получилось это красиво там вышли короче на сцену две команды по четыре человека и они между собой ну там получается баталии типа боты с ними носятся и четыре главных типа говорят может быть капитана какие-то вот они между собой херачились более получилось красиво и эпично вот следующая игра закрываю wild run ну это скорее всего какое-то дополнение может быть выпустили они предыдущей части все наверное скорее всего в ней играли мне к сожалению не получилось мне поиграть там проблемы были с авторизацией вот ну ладно дальше двинемся потом следующая игра была том клэнси the division вот это вообще ну получилось красиво тоже то ли постапокалиптический нью-йорк там получился ну честно говоря особо непонятно там что произошло то ли террористы тому настолько херели то что полностью нью-йорк захватили какая-то зачистка все равно прошла в нью-йорке вот показали геймплей как должна быть игра но насколько это будет красивой и не криво мы посмотрим потом показали она 2205 вот а стратегия так сказать по развитию там город строишь там все такое это мне не особо интересно так что двинемся дальше анонсировали также очередную джаз джаз дэнс тоже мне как бы не интересно там не очень темы которые мне нравятся выскочил какой-то певец я его первый раз слышу честно говоря вот что-то спел там попрыгал потанцевал подвигался и убежал все я ничего там еще базарили я пропустила вот потом также том клэнси рэндл сикс сейдж ну знаете у меня первая ассоциация была с контроль похоже на контр страйк ну как не графически графически она красиво там разрушаемость офигенная сделали балет красивая да но именно по геймплею она похожа на контр страйк то есть террористы захватили дом контр террористам надо их обезвредить то есть штурмовость штурмуешь этот дом и обезвредивающих тоже там бомбу по моему они заложили честно говоря я этот момент все по моему да бомбу они заложили контр террористы должны были ее обезвредить ну там всякие гаджеты красиво получилось но опять же я говорю что у меня ассоциации вызвали с контр страйк так что у нас там дальше было была какая-то гонка тракмания аркадная гоночка похоже честно говоря на марио карт вообще очень сильно похоже показывали геймплей ну сначала трейлер показали потом геймплей показывали и показали редактор треков то есть ты сам можешь отредактировать тут же сам может протестить ее насколько она проходибельно там вышли два чувачка которые один из них как бы делал редактировал свою трассу вот а второй что-то там базарил рассказывал вот и когда он начал тестить было забавно то что он не смог ее пройти с первого раза то есть воткнулся там в какую-то вывеску и потом когда сначала конечно начал он ее прошел но было забавно когда а чёрт получилось все ха 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 зажали там так что там дальше у нас ну один наверное самых таких громких анонсов которые были на гибисофт это ассасин скрид syndicate в которую действия происходят в лондоне честно говоря ну там скорее всего 18 19 век ну честно говоря точно сказать не смогу показали сначала ахерительный этот трейлер но геймплей к сожалению не показали ну красиво да не спорю но если она будет охеренно в плане геймплея и плане праведливости то есть никаких багов не будет ну на самом деле если она не будет кривая на этот на момент выхода ну на момент релиза ее то это будет очень охеренно как конечно будет она работать надеюсь что не будет так как с юнити получилось у них юнити конечно была красивая игра но до хрена вышла патчи чтобы ее как-то очень сильно все баги исправить вот под конец они показали опять же tom clancy ghost recon wild wild lens ну тоже опять же красивый трейлер очень красиво получилось красочно там большой открытый мир даю тебе короче какое-то задание ты можешь любыми способами его выполнить то есть ты можешь в лоб идти то есть всех расстрелять выполнить эту миссию можешь в стиле стиле спринтер цел то есть можно было в скрытом режиме шкеришься всякие разные и идешь валить ту цель которую тебе назначили вот ну тоже опять же красиво показали геймплей тоже красивый мы посмотрим как это будет на самом деле ну а так юбисов на самом деле очень порадовали за час показали очень большое количество игр которые будут в ближайшие ну наверно три года такие варьируются сроки выйдут в индустрию можно поиграть и все такое вот следующая конференция которая посмотрел это и пень который сразу в начале показали mass effect andromeda ну опять же не показали геймплей только трейлер показать получился красивый те кто не видел можете посмотреть потом показали nfs честно говоря сразу что бросилось в глаза мне это переход от киношной заставки к редактору машина получилось прикольно вообще практически незаметно то есть в некоторых играх вот например честно говоря мне из nfs нравится это первой части но именно которые уже этот underground первая вторая most funded и потом уже как-то не очень пошли и старый вот most funded помните там заставки были такие что как бы машина подъезжает к компьютерной графики и там уже потом действие происходит как бы людей обычных снимает это все так размыто сделали но прикольно получилось конечно но заметно что нам склейки бывает здесь получилось у них сделать это очень как в плавном переходе вот а в остальном nfs nfs ничем практически не отличается графа на высшем уровне да это мне понравилось но все по отзывам говорят что там но я геймплей посмотрел конечно да она похожа на underground вторую то что там ночь вот это вот вообще офигенно получилось еще похоже на most funded вот этот которая новая последняя вышла в двенадцатом году по вот говорят что похоже на нее посмотрим насколько это будет правда так потом показали трейлер star wars the old republic knight of the fallen empire ну не знаю вот это вот последняя фраза рыцари павшие империи приписка к названию не знаю будет она в названии но трейлер мне понравился трейлер был двух братьев которые которых послал отец захватывать какие-то республики один захватил имперцы по моему он захватил имперцев другой каких-то павцитанцев ну один сын не оправдал ожидания второго отца и он напал на него короче там ну получилось как бы красиво посмотрим как это будет опять же на самом деле ну честно говоря мне зацепило я с удовольствием поиграю к нам так потом показали красивый платформер Unravel ну добрая такая игрулька про путешествие какого-то зверька из ниток честно говоря порадовал комментарии там не помню кто написал под конференцией ну к этому именно к этой игрульке то что там этот зверек идет и у него вот за ним волочится нитка то есть она в самом начале в доме типа зацепилась и он идет и развязывается и типа какой-то комментарий кто-то комментарий оставил что типа в конце этот зверек умирает потому что все нитки в нем заканчиваются все ну когда начали там бомбить его все такое ну на самом деле да прикольно если он закончится нитки то это будет печально ну а так красивый платформер красивая графика будет время я в него с удовольствием поиграю так сказать расслабиться вот потом началась череда спортивных игр которые мне не очень нравятся честно говоря хоккей, гольф, баскетбол, футбол блин это вообще ну я не знаю какие-то там редакторы честно говоря не нравится потом после вот этих вот череды спортивных игр извиняюсь чудо хрип показали Star Wars Battlefront блин ну это вообще офигеть показали геймплей красивый экшен получился вообще ну шутер от первого лица ну там был такой экшен вообще мне понравилось все вокруг взрывается все стреляют ходят большие АТ ну типа цыплята которые вылетают имперцы на своих истребителях и звук звук вообще офигенный звук выстрелов прилетающих тех же самых истребителей и музыка на фоне создает нужную атмосферу короче мне вообще он понравился ну трейлер и вот этот вот геймплей который там был а еще в конце там этого геймплея показали а вышли короче Тайер Вейдер и Люк ну конечно на самом интересном месте когда они скрестили свои световые мечи трейлер закончился ну просто не показали дальше чуть-чуть ё-моё ну получилось красиво мне понравилось тоже опять же если и получится то с удовольствием играем ну в принципе то это все что было там в самом деле а еще забыл сказать что там был анонс Plants with Zombie Garden for Fire вторая часть тоже показали трейлер показали геймплей добавили добавили каких-то новых зомпяшек новых растений ну тоже такая прикольный шутер третьего лица в стиле Plants with Zombie прикольно получилось тоже поиграть можно такс ну что третья конференция которую я посмотрел это Microsoft самое главное наверное для меня что там было это Fallout 4 Fallout 4 столько мы ее ждали блин когда там третья часть того что я уже не помню честно говоря да я уже забыл но блин долго мы ждали и на самом деле меня порадовали многие в комментариях обосрали графику чё за хрень ребята вы чё на самом деле графика ну чуть-чуть повысилась но не графика главное атмосфера и не на Fallout третьей части так каковой графики совсем не было но сама атмосфера того что ты играешь просто в галактическом мире ты один ходишь по этому что там какой город в Вашингтоне ходил это вообще офигенно было ну конечно не во всеми местам можно было ходить но сама игра охеренно мне понравилась я прошел основную сюжетную линию прошел все дополнения которые там были вот и честно говоря я думаю подумаю пройти ее на канале вот эту третью часть а потом когда четвертая выйдет уже и до четвертой добраться ну как бы к выходу четвертой части я хочу третью часть первой если вы меня поддержите то я с удовольствием поиграю на запись вот ну на самом деле четвертая часть меня порадовала своей графикой и что еще самое главное ну наверное там множество ввели немного но что мне понравилось это этот персонаж заговорил то есть в диалогах он не чисто ты выграешь например фразу да вот чисто нажал и тебе уже персонаж отвечает ну вот с которым ты разговариваешь вот а тут уже сам твой персонаж играбельный который он это разговаривает уже участвует в диалоге вот еще говорят там добавили ну возможность играть за женского персонажа в предыдущей части ну в третьей части можно было играть чисто за мужского персонажа но выпустили мод по добавлению персонажа женского пола так что ну это уже ну как бы это в игре будет в четвертой части уже без модов да а в третьей части чисто с модами можно было играть за женский персонаж вот еще добавили собаку блин прикольно там показывали геймплей и персонаж говорил собаке типа принеси толто толто и она бежит притаскивает тебе ну прикольно типа разбавить такое одиночество по поставить литератической в этой пустоши ты бегаешь когда вот вот показали новых монстров но честно говоря особо в подробности они не вдавались но были видны новые монстры показали что можно будет строить свое убежище то есть строишь свой дом можно всячески его редактировать и еще не знаю как это будет реализовано и как это будет нормально работать или кривенько вот там можно создавать свои колонии когда ты строишься например свой дом построил да к тебе подселяются там новые персонажи то есть для них ты тоже можешь дома построить они могут сами построить на эти поселения будут нападать там рейдеры какие-то ну всякие монстры мутанты ну в таком плане вот и как это будет реализовано конечно будем посмотреть но интересно думаю какое то вот ну ладно давайте отвлечемся от фоллаута это конечно интересная тема для разговора но давайте отвлечемся и я думаю давайте быстренько пробежимся по остальным играм которые microsoft анонсировали а то уже как бы время поджимает а анонсировали HALA 5 для фанатов это наверное многое значит там ну как показали сначала трейлер потом геймплей показали такой все плавненькая и она чисто эксклюзив для xbox может быть будет потом для писюшников вот ну честно говоря мне зацепило потом показали прикольный трейлер от какой-то компании рекорд игра называется тоже эксклюзивка для xbox но по трейлеру блин она прикольна такой тоже какой-то не знаю может быть постапокалиптический мир там такие пустыни вообще там здания разрушены все такое идет какая-то девушка со своим роботом псом вот и там была задумка такая прикольная мне понравилось что пес ее когда защищал там от других роботов то есть какие-то роботы вышли из-под контроля вот и когда он ее защищал он взорвался но ну не знаю какой-то процессор наверное от него остался типа души вот она его взяла и рядом лежал большой тоже робот вот она его в него оставила его нажила и типа это тоже стал ее роботопсом то есть в этой сфере которая там была там сохранилась память его и все такое ну на самом деле прикольно мне понравился трейлер но посмотрим в каком стиле это будет игра там ничего такого не сказали чисто показали трейлер вот потом показали форза motorsport 6 ну форза мне серия форза мне не очень нравится честно говоря я лучше в инфеску погоняем вот потом показали dark souls 3 о фанаты наверное там короче радовались они очень радовались наверное тому что анонсировали dark souls на самом деле я не помню какая дата будет у него но я подумаю поиграть во вторую часть вторую часть я смотрел гейплей ну именно на запись для канала вот ну когда выйдет третья часть я с удовольствием поиграю в нее такой сказать хардкорный рпг вот потом показали мультяшную какой-то гигантик честно говоря там чисто показали тоже опять же трейлер где она по-моему будет эксклюзив тоже для иксбокса много к сожалению эксклюзивов для иксбокса ну если будет для писюшников анонсы именно потом они портируют то будет очень хорошо вот потом опять же анонсировали эксклюзив райзы Tomb Raider ну уже как бы продолжение серии именно нового перезапуска Tomb Raider вот ну тоже опять же показали трейлер красивый и геймплей очень красиво получилось там происходит действие где-то в горах в зиму ну там зимний такой период вот там лавина сходила ну получилось красиво такой небольшой экшен она опять же куда-то пропала куда-то залезла блин нашла на свою красивую пятую точку приключения короче думаю в стилистике Tomb Raider вот потом анонсировали тоже опять же показали красивый трейлер Fable of the Games о ну Fable в первую часть я играл давненько блин она мне очень сильно понравилась потом вышла другая Fable по-моему вторая часть честно говоря не помню но она чисто эксклюзив была для этого для Xbox но потом портировали для PC вот но насколько будет вот эта вот часть мне первая часть больше всех понравилась чем вторая вторая она была как как сказать типа симпсов ну то есть ты там женишься блин конечно это было и в первой части но основной упор сделали во второй части на социальные ну типа статус ну все такое как ты живешь как все такое ой блин я уже устал говорить честно говоря следующая игра Gears of War ну она на самом деле называлась Gears 4 это уже именно очередная цифровая часть то есть были первая вторая третья потом вышла какая-то Gears of War не помню название дальше но она была не номерная вот а вот это уже Gears 4 то есть номерная показали красивый трейлер красивый геймплей опять же графика на высшем уровне ну она опять же эксклюзив для иксбокса может быть они сделают исключение для писюшиков но все-таки Microsoft вот потом а еще показали этот Minecraft и Oculus совместили короче сделали какое-то приложение которое совмещает вот этот вот Oculus Script то есть как там шлем полного погружения да с Minecraft там задумка такая была короче те кто не видел я ну так вкратце скажу короче стоит стол один человек заходит в игру да другой одевает Oculus Rift ну то есть ты можешь опять же в Oculus Rift играть в Minecraft в Minecraft но задумка такая что стоит стол и на нем можно как бы отметить точки квадрат и там отобразится тот мир ну то есть ты смотришь сверху на этот мир подобно богу на мир смотришь там маленькие бегают вот эти майнкрафтовцы вот и там показали типа как бы женщина играла за ну как женщина девушка играла за персонажа из Minecraft то есть вот и другой чувак стоял сверху смотрел наблюдал то есть там можно увидеть посмотреть как она бегает можно уменьшить там всяко-разно выбирать какие-то приложения там можно кидать и мобов этих зомби и там всяко-разно можно молнии хернуть в этот наложить там динамита взорвать их короче получилось прикольно но как это будет реализовано опять же неизвестно посмотрим как это будет получилось красиво я советую вам посмотреть опять же в этот эту конференцию посмотрите кто не посмотрел да я думаю все посмотрели вот довольны этим конференциям фу ладно быстренько пробегусь по новостям по каналу что касается канала на канале все неплохо я скажу совсем недавно закончил Unepic могу приступать к чему-нибудь новенькому насчет голосования и результатов о конкретней игры Daylight ну то есть там проголосовали три человека за Daylight чё так мало голосуйте то ёмно ну на самом деле проголосовало всего семь человек ну не плохо но хотелось бы лучше проголосовали за две игры сейчас я посмотрю за две игры по моему да вот Outlast дополнение один человек проголосовал The Lord of the Rings один человек потом The Lord of the Rings Shadow of the Mordor два человека проголосовало и три человека с Daylight проголосовало вот ну боюсь вас огорчить ребята у меня получилась такая проблема при установке ну устанавливают Daylight всё она устанавливается но при запуске игры она требует обновить Direct X до 11 версии и обновить установить какое-то обновление для винты у меня винта постоянно обновляется но я ну как бы ладно думал может там какое-то еще обновление вышло решил проверить ну поставил на проверку 20 метров честно говоря скачались установились но игра так и не запускается с чем это связано я честно говоря не знаю я попробую в ближайшее время переустановить компьютер но это опять же это очень долго получится потому что у меня столько приложений установлен и да честно мне лень переустанавливать столько приложений надо будет установить опять по новой это все восстановить всю работу но если получится в ближайшее время я переустановлю и попытаюсь ее установить так как мне самому хочется поиграть вот вот что еще а еще ну опять же я спрашиваю вас насчет fallout 3 стоит ли мне пройти на запись я хочу я реально хочу ее поиграть у меня руки чешутся там есть несколько дополнений таких больших дополняют одно дополнение я помню дополняет большую локацию в которой можно опять же побегать там множество квестов все такое вот какие-то дополнения тоже опять же в старой локации дополняют мини локации мини квесты но они такие забавные мне показались вот еще у меня есть небольшие задумки для канала но я думаю оставить их в секрете и сделать вам небольшой сюрприз ностальгию я продолжу снимать не переживайте продолжу также идти по списку которые оставили в записях группе также если кто-то новенький присоединился и не знаю что в группе есть такая раздел темы в разделах прочитайте там и там можно будет дополнить название групп игры игры которую хотите чтоб я поиграл вспомнил вместе с вами вот ну на этом я думаю можно закончить все новости которые мне накипели я с вами обсудил так сказать ну все всем пока с вами был ангел рок подписывайтесь оставляйте комментарии обязательно ставьте комментарии под этим подкастом так сказать стоит ли мне пройти фоллаут ну и там которые вопросы задавал пробегись по ним и ответьте обязательно ставьте лайки если вам понравилось это видео лайка всем удачи всем пока